Мы своими руками научили его воевать. У них потерь много, и им приходится забрасывать неподготовленных людей. Каждая бригада может делать по 150 дронов в день, это минимум. Я если вижу просто антенну, я понимаю, что это за антенна. Я в нее буду, я не жалею дронов, я в нее полечу. Потому что я знаю, что я способен, куча жизней своих, пацанов. У меня война, по факту, началась с 92-го года. Пан Геннадий, я вас витаю в нашей студии. Дякую. Сегодня мы будем говорить про ваш бойовый шлях и, власне, про деятельность бригады в целом. Вы, особенно, свой бойовый шлях, когда начали? В начале полномасштабной войны или мали еще победы? Да, первый день. Полномасштабные. До этого мы с 2014 года занимались. Самоборона у нас была. Из Барусьской области. Сначала полномасштабные, да, мы собрались. Пошли в инкомат. Пошел я с солдатом. Сначала мы были на Запорожском фронте. Я был в Херсонской бригаде. Кинистский батальон, такой, стадион на седьмой. Потом нас перебросили на Херсон. Почти год мы здесь были, а потом на Херсон. С Херсона я уже попал на 144-ю бригаду. Был командиром роты ПТРК. Ну, недолго там меня потом перевели на 21-ю сразу на Донецк. На Донецк. Если вот так поревняти вам все три направления, где сложнее, особенно для вас? Да, везде тяжело, просто разные условия войны, все, не более-то. Везде тяжело. Ну, конечно, Донецкий фронт, ну, как по дням, самый тяжелый. Может, там ситуация поменяется. Она бы опять-таки меняется. Где-то на Запорожском иногда тяжелее, где-то на Донецком. Что там будет на Херсоне, черт его знает. Там тоже пацанам очень тяжело, очень. Поэтому нельзя сказать. Ну, как по мне, конечно, тяжелее сейчас там. Запорожский фронт, он тяжелый. И здесь же еще проблема есть. Они здесь же закопались хорошо. Поэтому будет тяжело, конечно. Ну, и сейчас тяжело, но я верю в то, что пойдем вперед. Здесь идти будет очень тяжело. Если сейчас посмотрите, враг начал сменять свою тактику, стратегию, характер войны, если брать от начала повномасштабной войны и сейчас. Конечно. Мы своими руками научили его воювать. Ворог сейчас воюют очень хорошо. Они, во-первых, обучаемые. Так нормально обучаемые. Они под ситуацией смены тактики происходят часто. Воевать с ними намного тяжелее стало, чем два года назад. Намного. Ну, и по оснащению они сейчас получше стали. Даже вот брать там полгода назад, я летал без проблем особых. Сейчас у меня каждый полет, у меня сейчас дрон проходит минимум 5-6 зон РЭБ. Это очень тяжело. Если мы там били технику, танки, БТР, набили их очень много. Особых проблем не было. Сейчас они выскакивают минимум 3 машины, идет колонна. Это все тоже зашито РЭБами. Тяжело очень. Ну, попадаем все равно. Просто расход по дронам уже встал другой. Полгода назад я там из 14 вылетов у меня было 12 уражек. А сейчас у меня там 25-30 вылетов. Такой, конечно, процентовки у нас нет. Очень много теряется именно. И сбивать они начали нас, и со Стрелкового сбивают. Научились. Если раньше просто бросали, все, убежали. Сейчас такого нет. Они сейчас разворачиваются, стреляют. Они прекрасно понимают, что бежать смысла нет. Мы очень много теряем дронов, именно сбитых со Стрелкового оружия. Снайперов там понатаскивали дофига. Мне большими птицами тоже очень сложно работать. Ночью работают очень серьезно. И навозили туда, ну, все равно. Они учатся, и мы учимся. Стараемся входить в эту историю. Если так подивиться от начала, например, стереотипы тих, что в окупанта идут неподготовленные абсолютно люди, то сейчас это уже профессионалы? Не всегда. У нас потерь много. И им приходится забрасывать неподготовленных людей. Но нам от этого не лечь, чтобы поверьте мне. У нас такой навал идет людей, что с той стороны. Мы их чистим, 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 чистим. Полками, грубо говоря. Выбиваем, и не этот полк обратно заводят. Такая вот история. У нас практически без остановок. 24 на 7 воюем. Никто практически не спит. Высыпаемся там 2-3 часа в сутки. Чи есть случаи, что из числа окупантов кто-то переходит, перееденуется до нашей армии? Ну, у меня такого я не видел. На Запорожье было. На Запорожьком фронте, да, там приходил под Вилли, его дроном заводили. Пташки. Сейчас можно говорить, что началась война дронов? Самое главное войскость в Украине это любая армия, любая. Это пехота. И на третьем году полномасштабная все одна пехота? Пехота. Мы все обслуживающие персоналы пехоты. Дроны сами воевать не могут. Должна быть артиллерия, должны быть танки, должна быть авиация и много-много чего другого. Есть еще войска логистики. Тоже очень важные войска, потому что не будем мы получать то, что надо вовремя, мы же воевать не сможем. Там, где находится пехота, там начинается линия фронта. Чем дальше мы посадили пехоту, тем дальше ушел в фронт. Там все делается для этого. Дроны хорошо, конечно. Но я одними дронами точно войну не сделал. Никто не сделает. Я без артиллерии точно ничего не сделаю. Без пехоты я точно ничего не сделал. Моя рота, я не хочу хвастаться, но у меня уже более 600 ураженки и техники, и живых сил. То есть набили мы очень много. Не из-за того, что там, мы такие молодцы прям. Хотя у меня пацаны хорошие, такая детвора, ну, грамотная очень. И летают, и попадают так, что, ну, этому долго надо учиться попадать. У меня есть пилоты, которые залетают в дуло пушки. Ну, ложе снаряд. То есть это такая уже практика набитая. Ну, много бьем. Это потому, что, ну, интенсивность очень большая на нашем направлении. Очень много там целыми колоннами не выходит, поэтому такое. Это не только наше достижение. Эти подбитые горящие танки там лишь это в этом роде. Это достижение всех. Той же пехоты, той же артиллерии. То есть если бы не было их, я бы этот танк не подбил. Пехота это основное. Это основа армии. Так что такие вот дела. Все тримается на пехоте. Все. 24 на 7. Это не то, что там 5 дней в месяц провел бой в течение двух часов. И побежал домой тренироваться или что-то в этом роде. Нет, эти сидят там, при том, что нехватка людей, они сидят там 30 дней. Блин, даже грязные, немытые. И целый день по ним, блин, что-то прилетает, 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 прилетает. С ума сойти может. Что допомогает триматься? Не знаю, мне коллектив мой помогает. Я смотрю, у меня же в основном детвора. У меня здесь другого варианта нет. И девчата? Да, у меня девки есть, и у каждого, наверное, за спиной уже по танку точно. У меня есть девочка, она вообще уже на четырех только бортах самолета летает, не считая там дронов. Девочки летают неплохо. У них больше потенциала, чем пацану. В звездку с чем? Не знаю. Старгения такой, чертовизна, от организма. Они более усидчивые, то есть это самое. У них агрессии больше. Такие кровожадные. Пацаны не такие. У меня доходят до того, что не отправляют, ну, по определенным причинам на боевые, до слез. Заходят, ревет, я почему, они все там, я здесь, ну, вот это начинается. Так что, такие вот дела. Найбільш такие, скажем, жирнейшие цели, которые выражали? Мы попадали, и в Сан-Сепёк попадали, и в Тюльпан попадали. То есть, это жирные цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вот ей было 90 лет, ее расстреляли, и расстреляли старшего брата моего отца, ее старшего сына. Мне вот 65 лет ему было. Сына ее бросили. И не абхазцы там какие-то, или что-то там еще. Регулярная российская армия. Такая вот история. Тогда я был уверен, уже понял, что война будет в Украине 100%. Никто в это не верил. Вот она пришла. Буду до победы стараться. До кинца? До жить, да. До жить, до воевать. Посмотрим, как оно получится. То есть вас уже рассчитываете как личное? Да, это моя личная месть. Я не остановлюсь на каких-то там пределах, каких-то там цифрах, личного состава, или танков. Где-то до конца. Чем больше, тем лучше. Очень хочу увидеть горящую Москву. Очень. Вот такую как-то. На Бахмут похожую. Желание сумасшедшее. Типа по картинку. Продолжение следует...